народ всем привет с вами я пётр и канал в бок и бок как видите сегодня видео формате говорящих рук значит что-то будет сегодня творить так отварить ребятами сегодня будем такую интересную снасть довольно таки старую небезызвестную под названием макушатник очень много видеороликов в интернете но некоторые мои подписчики попросили показать именно как я делаю я вашу просьбу ребят услышал и сегодня я решил вам показать как я делаю снасть под названием макушатник или же маховка все по-разному и называют вот я в одном из своих видеороликов ссылка оставлю здесь вот перейдете по ссылочке где я ловил селе сидоровка на запруде ловил сазанов мне как раз попались два сазана на боковой кивок и два сазана попались на макушатник ну принципе удобная снасть закинул и пошел по своим делам сама ловит обычная сама ловка попалась пришел вытащил закинул дальше пошел дальше ловить такую другую снасть что я в принципе и в этом видеоролике это и сделал так что нам понадобится ребят нам понадобится вот заехал сегодня в магазин прям по максимуму все дешевое взял здесь в принципе ни к чему покупать дорогую леску все остальное вот старая клинская раньше называлась в таких упаковках леска вот диаметр 08 написано 100 метров длина в чем я глубоко сомневаюсь лукавят они причем не слабо лукавит потому что от ребят я смотал здесь половину я по локтям отмерил 30 метров смотал смотал и 30 метров вот на вот это вот металлица деревянной который сегодня же тоже спилил ушла ровно половину значит здесь метров 60 это как минимум метров на 30-40 они врут разрывая нагрузку 19 килограмм не знаю не проверял ну вот такой вот взял здесь все дорогое принципе ни к чему она и так прекрасно будет ловить у нас тут извини меня не самые 100 килограммовые клюют а сазанчики в среднем в среднем 3 4 5 6 килограмм так нам понадобится еще стопорки вот тоже китайские за 15 рублей такие большие черные стопорки силиконовые так пресловутая фирма кайда крючки за 75 рублей подорожали кстати на 15 рублей были 60 серии карп хук 6 номер из чего я делаю мормышки летние под боковой килог так чё еще нам понадобится так понадобится один вертлюжок вертлюжок один так и грузила сегодня решил показать именно на этом грузили потому что это грузило имеет одно неоспоримое преимущество перед другими грузилами будь то это каплеобразная форма со сквозным отверстием будь то другие но вот этот прям я считаю прям отлично почему потом чуть позже объясню ну и канцелярский нож которым будем резать все обрезать и для наглядности для наглядности ребят я взял один брикетик прессованного жмых это даже не жмых просто получается кукуруза с горохом прессованная пахнет коноплей как раз вот он на что я ловил в прошлом году по осени в том виде ролике о котором я говорил не понадобится нам еще плетеночка плетеночка 035 04 позже черную может пофигу расцветка ребят вот честно пофигу какая расцветка либо шнур либо кто-то берет вообще капроновую нитку черную ну со шнуром все-таки у него и папа попрочнее он и капронового шнура и все-таки жил побольше он меньше подвержен всяким механическим повреждениям так лучше ребят начинаем что нам нужно для начала так вот она я уже показывал деревяшка мотовильца с намотанной леской 08 30 метров намотал я в принципе это нормально этого достаточно вполне ну по крайней мере в тех условиях которых я рыбачу смотрите исходя из своих условий если вам приходится делать дальние забросы тогда он будет использовать и груз побольше кстати по поводу груза для стоячих водоемов в принципе можно использовать вес но до 100 грамм если на течение ребята сами понимаете груза нужны гораздо больше также ловит и на реках на волге вот ловит но там груза побольше используют я небольших реках я кстати хочу попробовать тоже на у нас на малой реке на речке сок попробую тоже на не половить так груз что мы делаем сейчас мы заводим леску в этот груз так дальше нам нужен стопор 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 я думаю вы уже догадались для чего нужен для того чтобы он не разбил не чтоб грузил не разбивала узел конечно будет немножко сложновато натянуть его на такую толстую леску но это сделать надо во избежание то неприятностей есть такой так ну что ребят стопор отвели и завязываем обычный двойной узел так завязали я пришла очередь вертлюга реклёг сами знаете для чего нужен потому что карп вы делают такие кульбиты эффект этот скручивание надо убирать так сложили пополам вот по узлу делал сантиметр 3 поступаем сторону и делаем петлю с 2 и затягиваем и затянули так лишнее обрезаем можно прям сантиметр оставлять и убирать так петлю затянули вот видите до узла дошло все дальше уже не затянется и в следующий раз когда будете перезаряжать брикет гораздо легче все это дело развести брикет вставили затянули стопор кузлу подвели все и вся песня так ну вот ребят два крючка будем использовать больше делать смысла нету будет все путаться ужасно если не дай бог где-то на дне коряжник лишние крючки это на снасти это сами понимаете это дает большую шансу зацепиться за что-либо два крючка вполне достаточно частенько часто бывает так что вот эти два крючка находится во рту у сазана или у карпа или один во рту а другую день снаружи цепляется как правило вот по поводу крючков хочу сказать ребят крючки из на крючках не 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 экономьте если чувствуете что крючок затупить затупился и плохо цепляется либо заточите либо поменяйте потому что это все-таки снасть самоловная поэтому подвесом вот этого груза кар должен сам засечься вот и так приступим дальше так что будем делать дальше нам нужно связать поводок длина два поводка длиной где-то до 10 сантиметров 10 сантиметров это прям вот ну золотая середина так вставляем душка со стороны жала как узел называется я честно говоря ребят я не помню не знаете все клинч их линч и так завязали затянули так 10 сантиметров еще 10 сантиметров да сам то сам идеально так берем второй крючок продеваем ушко так да есть 10 сантиметров так и затягиваем лишние обрезаем обрезали да что ты будешь делать взял тоже тупой канцелярский нож сейчас мы это делаем подплавим с этой стороны и с этой стороны так вот и поводок у нас одной стороны и с другой стороны теперь складываем пополам и делаем здесь узел восьмерка вот она 8 мелочка подтянули узел так теперь берем вертлюк вертлюк можно принципе выбирайте побольше это все дело будет там вылопано валяться это этого видать не будет и карпу большому счету когда он кормится он там нифига ничего не видит когда он такую муть подымает так просунули через ушко и методом петля в петлю этот поводок устанавливаем ну что ребят вот в принципе все мы кушать не готов так что нам осталось осталось только для наглядности брикетик установить так брикетики а вот уже подрезал я обычно стараюсь заранее на рыбалке сразу же наделать чтобы не отвлекаться чтобы леска держалась за нее так отводим силиконовый стопор разводим петлю вставляем брикет и затягиваем вот смотрите ребят на некоторые заводки брикетах уже есть к так называемым нас наколы это или просверливали есть уже очень удобно уже можно прям сразу втыкать сюда крючки они не токсины не тупится они сюда вот ну допустим второй в противоположный угол воткнул вот так вот так и где должна быть петля узел узел должен быть именно снизу для чего почему я скажу как раз то все связано с грузилом преимущество этого грузила над остальными грузилами в том что когда забрасываешь на дне это все выглядит именно вот так сами понимаете да крючки сверху если бы это было обычное каплеобразное грузило то тогда бы этот брикет мог пасть и наоборот крючками как говорится вниз то есть или так или так или так допустим все зависит от того где узел поставишь но он может упасть именно крючками вниз вот так вот вероятность того что крючки будут сверху сто процентов по-другому просто не ляжет да кстати народ хочу вам рассказать одну такую маленькую хитрость вот именно в этой снасти как повысить уловистость и и как на один брикет можно поймать сразу несколько рыбин поищите где-нибудь его материал черного цвета не знаю там тапочки или еще что-то такое чтобы она была плавучая и небольшие кусочки насаживайте на крючки ну так чтобы не закрывал оборотку все-таки это снасть самозацепляющиеся чтобы на где-нибудь на цевье было этот его материал и он придает тем самым нейтральную плавучесть этим крючкам и получается так я сам лично проверял действительно реально на самом деле это работает это помогает на один брикет я ловил до двух карпов просто когда начинает брикет растворяться крючки вываливаются вот и как бы лежат сверху над ил и бывает даже немножко как бы приподняты и карпу легче засосать в рот эти крючки с его материалом не безусловно конечно и без подвески он свободно засосет эти крючки но так как говорится получается больше рыбы поймать можно на один брикет ну как то так ребят ну в принципе все рассказал показал чё как есть какая у меня снасть такую и вам рассказал беритесь на вооружение пользуйтесь на здоровье ловите рыбу вот а я вам от всей души желаю всего доброго берегите себя и своих близких всем здоровья не хвоста не чешуи подписывайтесь на мой канал всем пока и до новых встреч